всем привет вы на канале шить для себя это удобно и сегодня я вам хочу показать очень простой способ чтобы создать вот такие красивые прихватки уютные домашние прихватки если вам интересно то присоединяйтесь подписывайтесь на мой канал и смотрите видео дальше итак для простой прихватки нам понадобится два шаблона внутренняя часть это квадрат со сторонами 18 на 18 и еще один квадрат со сторонами 24 5 на 24 5 можно на 25 сделать теперь что нужно нужно кусочки остатки ткани как я заявляла вот у меня остатки катона от пошива платья это просто остатки какого-то хлопка и ватин у меня тоже кусочки остались вот я вырезала потребуется два слоя я шила себе фуфаечку маме шила жилете то есть остатки есть что дальше что важно еще понадобится косая бейка либо вы ее нарежьте сами я ее разутюжила то есть и заутюжила ее пополам то есть она была вот такая вот так а я ее разутюжила сделала попад попала так чтобы она подходила под по цвету вот теперь нужно доработать большой квадрат каким образом нужно под 45 градусов обрезать уголочки с этой стороны я нарисовала линии и обрезать нужно где-то в 0 7 от намеченной линии как определить линию для этого нужно сложить наметить точки вот стык потом перевернуть и отрезать только вдоль на 0 5 то оставить на шов здесь это нужно сделать сначала на бумаге а затем вырезать уже непосредственно вот это будет у меня большой квадрат и маленький квадрат вот такой все сначала обрезаем и продолжаю дальше вот что у меня получилось и чтобы вам было легче я замерила от угла у меня получилось четыре с половиной сантиметра в моем случае теперь мы укладываем у меня будет две прихватки поэтому я сразу две ткани уложила и нам нужно отрезать то есть намечаем по этой линии а режем где-то на 0 7 ну или на сантиметр как вы привыкли строчить то есть отрезаем подальше для того чтобы все было симметрично я сложила пополам и вот таким образом другой стороны обрезаю и теперь начинаем обрабатывать большой бывший четырехугольник каким образом нужно пришить косую бейку уже сложенную пополам то есть ширина косой бейки три сантиметра вот складываем пополам так получается полтора и по вот этим сторонам четырем нам нужно пришить выпуская немножко вперед косую бейку где-то на сантиметр на полтора вот таким образом мы нарезаем косую бейку можно одного размера это будет достаточно длина и и сейчас я вам скажу сколько она сантиметров пусть она будет 20 сантиметров и так мы нарезаем четыре штучки и затем укладываем выпуская с двух сторон и притачиваем на ширину лапки один четырехугольник я уже делала вот продолжаю делать второй хочу вам сказать что 18 сантиметров длинновато сделай не 20 а сделать и 18 будет достаточно таким образом дохожу до угла ставлю закрепку потом переворачиваю эти длинновато все таки я уже сюда выпустила немножко поэтому 18 сантиметров чтобы экономить косую бейку так выпускаем немножко вперед еще раз и на ширину лапки закрепка и вот таким образом пристрачиваем вот таким образом я продолжаю еще одну сторону прострочу после того когда нам пристрочили бейки нужно перевернуть наизнанку и сделать обрезку края вот таким образом и с этой стороны теперь для удобства я советую заутюжить край вот таким образом можно даже дать строчку но это необязательно вот таким образом нужно заутюжить кант получившийся и с этой стороны кант заутюжила и теперь нужно сложить его вот таким образом чтобы здесь он не сошелся обязательно и застрочить уголок тоже на ширину лапки и на тот припуск который вы оставляли шов разутюжить либо пальцами либо утюгом вот таким образом для того чтобы он хорошо выложился здесь он вот так можно вот и так сделать с каждым уголком и затем вывернуть на лицо все приутюжить и вот когда у нас все уголочки образуются заутюжить уже все краешки вот так один квадрат я вывернула и приутюжила вот так он выглядит теперь нужно взять маленький квадрат и соединить его по четырем сторонам просто берем и соединяем и на этом этапе можно здесь что-то выстегать красиво можно проложить строчку по птичке можно просто повыстегивать это по вашему желанию я просто сейчас поставлю на крупный стежок на самый крупный стежок а потом подумал стоит ли здесь что-то выстегивать я не стала выстегивать я просто соединила вот таким образом на самом деле можно еще раз просто прострочить еще раз прострочить это уже зависит от вашего желания и теперь получившуюся тепленькую штучку мы укладываем вовнутрь засовываем как в пододеяльник если она у вас получилось чуть больше в процессе нужно конечно же осноровить вот таким образом и теперь нам останется только отстрочить по периметру прихватку сделайте так чтобы нитки с этой стороны были в цвет ну или по вашему желанию я сейчас все приколю все приутюжу и дам строчку вот здесь вдоль теперь я поставила нужные мне нитки и отстрачиваю на самом широком стежке вот что у меня получается стежок должен быть широкий ну и так до конца мне осталось изготовить еще одну и приделать вот сюда петелечку петелечка может быть любой может быть даже обычный шнурок какой вы захотите главное нужно его пристрочить аккуратно прихватки мои готовы я решила им сделать не петельку потому что мне неудобно на кухне вешать вот а сделать вот 45 сантиметров я состоять сначала косую бейку подходящего по цвету я ее использовала и теперь с одной стороны пристрочу вот так потом отвернула и дам строчку вот сюда в край и точно также сделаю с другой стороны и они у меня будут на уголок вот так висеть и я буду использовать их когда буду доставать противень например или кастрюлю взять такие прихватки двойные я думаю что для меня это будет очень полезно что я делаю сейчас вот так посмотрите мне поставила лапку она у меня шла в комплекте это лапка с верхним транспортером я ее чаще всего использую для тяжелых тканей ну вот сейчас все таки здесь латин для сумок например когда шью и сейчас вот так я заверну можно уже по лицу прострочить вот сюда в уголочек несколько раз все аналогично я сделаю с другой стороны ну все прихватки готовы прикрепила остается только ими воспользоваться шейте это совсем не трудно у вас обязательно все получится пока пока